Как меняется модель современной семьи? Какое здоровье у россиян? Сколько детей они хотят? Что нужно сделать, чтобы планы сбылись? Такие вопросы станут основными в микропереписи, которая пройдет во всех регионах страны с 1 октября по 31 число текущего года. Планируется, что участие в ней примут около 2% жителей нашей страны. Кому ждать переписчиков в Ненецком округе, расскажет моя коллега Алена Валей. Переписчик должен продемонстрировать вам удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Также у переписчика при себе должен быть светоотражающий браслет, портфель синего цвета с надписью «Ростат» и планшетный компьютер, в который будет сбиваться ваш электронный опросный лист. Вот так вот экипированных переписчиков можно будет встретить на улицах Нарьенмара, поселках Искателей, Нельминоноса, Харуты Красного, в селах Тельвиске и Неси, а также в деревне Ума. Уже с 1 октября. В нашем регионе будет сформировано 13 счетных участков. В микроперепись попали не все жители региона. Например, в поселке Искатели переписчики придут в дома по улице Ордалина, Нефтяников, Поморской и улицу Строителей. На каждой улице в поле зрения переписчиков попадут по несколько домов. В целом по округу это более 1600 жилых строений. Предстоящая микроперепись, по мнению ученых-демографов, станет уникальной и даст новый материал для исследований. У обычных всероссийских переписей есть один существенный недостаток – их данные быстро устаревают. Например, в переписи 2010 года не была учтена молодежь, которая в то время была еще в подростковом возрасте. В этом году у респондентов будут спрашивать о планах на будущее. Например, сколько детей хотят иметь россияне, на каком языке они разговаривают на работе, а на каком дома. Это уже более социально-демографическое обследование и более делается упор именно на социально-демографические проблемы. То есть, например, в опросник по микропереписи будет входить 28 вопросов. Часть из них уже дублируют те, которые были, например, в переписи 2010 года. То есть, это возраст, это пол, это гражданство. По просьбе Минтруда в программу внесен вопрос об отношении населения к различным мерам демографической политики, в том числе и к материнскому капиталу. О его эффективности давно идут споры. 31 декабря 2016 года действие этой программы должно прекратиться. Правильное ли это решение – ответ поможет дать микроперепись. Узнать, есть ли ваш дом в списке, можно по информационным листовкам, размещенным на подъездах и в почтовых ящиках, а также в Ненецком стате.